Доброе утро, дорогие телезрители! На дворе среда, 20 июля. Доброе утро, друзья! Наши коллеги завершили свой эфир, ну а мы продолжаем. Британский изобретатель создал автомобильные колеса, вращающиеся не только вперед и назад, но и перпендикулярно. Уникальность изобретения в том, что автомобиль не нуждается в серьезных модификациях для установки таких колес. Разработка позволяет машине легко вращаться на месте вокруг своей оси, что значительно облегчает парковку. Что еще интересного произошло в мире, узнаем прямо сейчас. Итальянские мастера реставрации презентовали итоги циклопического проекта по восстановлению Колизея в Риме. По словам архитекторов, на это ушло пять лет работы. За последние три года реставраторы очистили более 10 тысяч квадратных метров фасада. Они удалили около двух тонн известковых отложений и заделали трещины, которые могли разрушить поверхность здания. Художник и дизайнер Джонни Дар представил на неделе моды в Берлине проект «Джинсы для беженцев». Коллекцию брюк, которую он создал в одном из лагерей для вынужденных переселенцев. После показа ее выставят на аукцион, а вырученные деньги направят в Международный комитет спасения. Джинсы для беженцев получились яркими, обильно украшенными блестками, расписанные красками, с геометрическими рисунками или этническими принтами. Проект поддержали десятки звезд из мира моды, медиа и шоу-бизнеса от Наоми Кэмпбелл до Анны Винтур и Шерон Стоун. Изящные копытца, блестящие рожки, экстравагантные костюмы и настоящее соперничество. В литовском городке Рамигала прошел конкурс красоты среди коз. В нем участвовали шесть животных. Перед началом шоу они торжественно прошли по главным улицам. Парад сопровождался оркестром и театрализованным шоу. Главной частью праздника стало дефиле. Посмотреть его собрались около 500 человек. Парнокопытным участникам предстояло запрыгнуть на возвышенность и пройти по красной дорожке. Жюри, состоящая из фермера, депутата и директора местной школы, оценивало походку красавиц, их внешние данные и оригинальность костюмов. В итоге победа досталась козочке по имени Демид. Ей всего год, но она уже шесть раз участвовала в подобных соревнованиях. Победителей наградили пирогами, горшочками меда, книгами и купонами на стрижку животных, дабы Демид могла поддерживать титул первой красавицы среди коз. Тысячи людей вышли на плавучий пирс на озере Изео в Италии. Туристы прогулялись по понтонному настилу длиной 4,5 километра, несмотря на предупреждение синоптиков о плохой погоде. Пешеходную зону на воде создал американский художник Христо Явашев. По данным муниципальных властей, ее посетили больше полумиллиона человек. Гигантская конструкция состоит из 220 тысяч пластиковых понтонов, и на его создание понадобилось два года. Добровольцы попытались разбить кувалдами стеклянный мост, висящий на высоте 300 метров в Китае. Позже у них на глазах по панелям прокатился полуторатонный джип. Стекло легко справилось с этим испытанием. По данным местных изданий, этот мост откроется для туристов уже в конце июля. Сегодня во всем мире отмечается Международный день шахмат. Поздравляем! Дата празднования была выбрана не случайно. Именно в этот день, 92 года назад, в Париже была основана Международная шахматная федерация. Организация имеет свой флаг, гимн и девиз «Все мы одна семья». Чем еще запомнился этот день в истории узнаем прямо сейчас. 44 года назад родился казахстанский актер театра и кино телеведущий Сергей Погосян. В 2013 году, 20 июля, мэр Нью-Йорка Майкл Блумгер подписал указ о новых стандартах проектирования городских зданий. 477 лет назад в Кембридже было зарегистрировано первое в мире издательство. Два года назад, 20 июля, в Пекине открылись первые курсы «Игры на дамбре». В 2011 году выпускник Павлодарского лицея номер 8, обладатель нагрудного знака «Алтенбиль-Г» Жаслан Бараисов завоевал золотую медаль на престижной Международной олимпиаде по физике в Бангоке. 5 лет назад в Астане в музее первого президента Республики Казахстан открылась фондовая выставка «Королевская игра», на которой широкой публике впервые представлена коллекция шахмат, подаренных президенту Нурсултану Назарбаеву лидерами Украины, Белоруссии, Армении и известными гроссмейстерами Анатолием Карповым и Вишванатаном Анандой. В 2010 году в Вильнюсе в Литовском музее театра «Музыки и кино» открылась персональная выставка казахстанского художника Евгения Фридлина. Астрологи утверждают, что люди, рожденные 20-го числа, весьма романтичные натуры. А что это число обозначает в нумерологии, нам расскажет Айсулу Ахимова. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня 20 июля 2016 года. На календаре среда. А меня зовут Айсулу Ахимова. И я представляю вам цифру дня. Сегодня она 18. Это день логического подхода и анализа в принятии любых решений. Цвета в одежде лучше всего использовать в белых и кремовых тонах. Они только усилят вибрации этого дня и настроят вас на успех. Этот день неоднозначный по своей энергетике. Жертвенность и милосердие, с одной стороны, граничит где-то с жесткостью, упрямством и категоричностью с другой. Поэтому для вас, конечно, лучше всего избегать всех импульсивных решений и подходить ко всему более обоснованно. Будьте также более терпимее и мягче с другими людьми. Вечер очень хорошо завершить в компании близких вам людей, а также уделить время спорту и водным процедурам. Пусть ваш день сложится максимально удачно и побольше вам добрых эмоций. В студии программы Жанакун, менеджер по туризму Индира Мусаева, с которым поговорим о путешествии в Испанию. Доброе утро, Индира. Доброе утро. Как еще говорят? Кумэста. Это как зелопом, да? Нет, любимое слово испанцев, я поняла, это маньяна. Завтра. Они все откладывают на завтра. Это настолько кайфовая эмоция. Какие условия нужно выполнить, планируя поездку в Испанию? Что необходимо знать? Для начала нужно определить даты поездки. Так как Испания входит в Шенгенское соглашение, необходимо оформить шенгенскую визу. Для граждан Казахстана мы оформляем визы в посольстве Испании в Астане или в визовом центре города Алматы. Визовое присутствие самостоятельно, оно обязательно, так как сдаются биометрические данные туриста каждого. А дальше готовится список необходимых документов, он там небольшой, рассматривают 2-3 недели. Дальше выкуп авиабилетов, бронеотелей, ну и так далее. Что нужно знать об Испании? Ну ладно, отель была, вот, например, я не был. Почему нужно посетить Испанию? Что нужно посмотреть обязательно, находясь в Испании? Испания – это настолько яркая страна, она запомнилась очень многим туристам со всего мира, очень много постоянных клиентов именно с Казахстана. Богатая страна, богатой культурой, историей, достопримечательностей, их очень много. То есть говоря о достопримечательностях, можно говорить очень много. Например, семьи с детьми наиграются вдоволь в знаменитом парке развлечений Портавентура. Это где находится? Недалеко от Барселоны. Любители пляжного отдыха позагорают, накупаются на Средиземном море. Пляжи, кстати, их очень много, они с разной структурой. Есть белоснежные пляжи, есть скалистые, есть галечные, даже есть вулканического происхождения из черного песка. Гурманы насладятся терпкими и крепкими винами знаменитыми испанскими, наедятся различными сортами сыров и ветчины. Я ухожу. Собирать документы в Испании. Ну и, конечно, круизеры. Один из самых знаменитых портов Средиземного моря находится именно в Барселоне. Ну и, конечно же, любители искусства. Это знаменитые произведения, ни с чем не сравненные Антонио Гауди. Это музеи, да, Сальвадора Дали. Это галереи различные, знаменитые площади, то есть монументов их очень много. Нет, я реально ухожу. Нет, а расскажите вот о людях, менталитете, о безопасности. Менталитет и безопасность, да. Харжи, чем они отличаются, например, от нашего темперамента? Ну, я так предполагаю, что Средиземный климат, он все-таки сказался на формировании менталитета испанца, потому что летняя жара не дает им работать вообще никак, она их отвлекает. Они работают до двух часов дня, потом у них отдых. Отдых, да. А вечерняя прохлада, наоборот, она их так и зовет на улицу пойти погулять, насладиться ночной жизнью. Поэтому самый поздний ужин в Испании, это в 11 часов ночи. Да, в 11 часов. Круто. Да, многие даже говорят, что в Испании можно остаться голодным, но не остаться трезвым. Даже так. Хорошо, а что касается безопасности в стране? Ну, к сожалению, как и во многих туристических направлениях, очень развитых, процветает мелкое воровство. Поэтому, уважаемые туристы, будьте бдительны и следите за своими вещами. Ну, вот как мне, например, сказали, не надо одевать дорогие украшения, ни в коем случае не привлекайте внимания, потому что вот эти воришки, они несколько дней за тобой наблюдают. И потом все искусно, невероятно это делают. Поэтому желательно ходить, очень просто, они там все ходят просто. Да, они все там ходят просто. Шорты, футболка, все. Кошельки ближе к телу, в общем. Да, паспорта, самое главное паспорта. Да, паспорта надо спрятать сразу где-нибудь под матрас до конца повести. Обязательно с собой таскать паспорт? Нет, не обязательно. Вообще не обязательно. Достаточно ксерокопии, в принципе, а все остальное лучше оставлять в отеле в сейфе. Спасибо вам большое, Индира. Спасибо огромное. Я как будто меня немножко отдул ногой в Испании. Но ничего, быть может, это все случится совсем скоро. Спасибо за тепло и компанию. Всем хорошего отдыха. Спасибо большое. Порой так хочется запечатлеть на телефон причудливый интерьер, который можно встретить в кафе или ресторанах города. Смотрите следующий материал, и вы узнаете о том, как правильнее всего фотографировать красивые помещения. Здравствуйте, я Ренат Куватов. Довольно часто мы бываем в заведениях, где нам очень нравится интерьер. И в таких местах так и тянет сделать парочку фотографий, оставить себя на память или поделиться с друзьями. Как вы уже догадались, сегодня я вам расскажу, как сделать снимок интерьера намного интереснее и привлекательнее. Поскольку интерьер заведения был украшен книгами, мы решили подчеркнуть это фотографии. Для начала поработаем над общими настройками фотографий, такими как яркость, контраст, цветовое насыщение, светлые участки, темные участки, а также теплота, либо холод фотографиями. Добавим немного яркости, немного контраста. Цветовое насыщение позволяет сделать фотографию более яркой, либо тусклой, но мы оставим так, как было. Атмосферность – это что-то типа псевдо-HDR, но он нам не нужен. Светлые участки позволяют либо их притемнить, более светлыми. Темные участки приподнимают тени. Фотографию можно сделать более теплой, либо холодной, но нас устраивает так, как было. Далее мы немного выровняем горизонт, чтобы наша книга лежала ровно в руках. Тут же мы сразу кадрируем в квадрат, так как привыкли пользователи Инстаграма. После чего мы экспортируем фотографию в другую программу, где доведем ее до ума и наложим понравившиеся нам эффекты. В этой программе также можно поднять экспозицию, настроить контраст или добавить резкость, что мы и сделали. После чего мы выбираем понравившийся нам эффект. Поскольку интерьер заведения был очень теплым, я решил сохранить эту атмосферу. Вот и все, наша фотография готова к публикации в Инстаграм. Теперь вы знаете, как правильно выбрать ракурс, подчеркнуть детали и передать всю красоту с помощью вашего смартфона. Хороших вам кадров! Детство – это когда все удивительно, но при этом ничто не удивляет. А вот чем сегодня нас удивят наши балапанчики, узнаем прямо сейчас. Что я делаю без них? А это никому знать не обязательно. Не понимать, потому что я все время лазю на стенках. Потому что они кушают только ту еду, которую им нужно кушать. И там потому что может человек убить какого-то животного едой. Потому что если покормить льва, то он может укусить. Потому что звери могут на них наброситься и схватить их. Земля трещется, а дом как будто бы из стороны в сторону качается. Не знаю. Переждать. Например, если на тебя упала какая-нибудь железка очень тяжелая, то нужно попытаться ее отодвинуть с руки или с ноги, если она туда упала. Будить всех, потом звонить в служебе безопасности. Ой, как-то... Да, служебе безопасности. То нужно быстро встать и под специальный, ну вот эту... Ну, под специальный, там, где нельзя завалить, встать туда. Надо купить специальную брызгалку. Ну, с комарами нужно помазаться или побрызгаться какой-нибудь специальной мазью, или побрызгаться специальной брызгалкой. Убивать, либо спрейм делать человеку, муху делать. Можно специальную клеенку подставить на окна, и тогда мухи или тараканы прилипнут. Или купить от них средства. Нурлан Байкозов. Профессиональный музыкант, дирижер, композитор, лауреат международных музыкальных конкурсов. Доброе утро. Доброе утро, Нурлан. Доброе утро. Слушайте, вы человек-оркестр. Говорят. Ну, а дирижер – это ваша основная деятельность, получается, которая вас провожает в служебе? Нет, вообще, любой дирижер, он прежде всего музыкант. Музыкант. Да, да, да. Естественно, потому что он музыкальное образование получает, а потом он становится. Но дирижера сразу никто не учится. Так, чтобы это было понятно. Вы в детстве не мечтали стать дирижером? Не только, я даже композитором не мечтал. Ну, я деревенский парень, который приехал, поступил в музыкальное училище тогда в 70-х годах. Я говорю, даже... Но жили музыкой? Ну, естественно, да. Я когда закончил музыку, я потом создал свою группу, степные маки. Она стала лауреатом республиканского конкурса среди вокально-инструментальных ансамблей. Тогда в Москве. В Москве. В 1974 году моя группа. И потом получилось так, что я когда из Кавказа приехал в Алма-Ату, покойный Сидул Абатиреков, вот он создавал при цирке, создавал казахский цирковой коллектив. Я впервые вот в цирке создавался ансамбль, вокально-инструментальный ансамбль. Этот создал Народный артисовет Союза, вот недавно ушел в вино и мир, Вилень Васильевич Головко. Великий человек. Это человек, который заставил меня написать первую музыку. Он сказал, Нурлан, если ты делаешь аранжировку, значит, у тебя мозги работают. Значит, ты можешь писать. Слушайте, но по сей день вы являетесь единственным автором многих музыкальных произведений казахского циркового искусства. Да? Ну, так и есть. Я даже для хищников, для животных писал. Очень круто человек. Возвращенный полет. Там очень многое. Слушайте, во многих своих интервьюх вы утверждаете, что джаз – это ваш любимый музыкальный жанр. Да, ну, давайте мы начнем с... Но вы, наверное, больше приверженец классического джаза. Я вам сейчас скажу. Дело в том, что когда я уже в музыкальное училище поступил, в Ченкент, впервые я, когда послушал группу «Дип Перпла», «Юрай Хейп», «Лэд Зеппелин», «Гранд Фант». Ну, там то, что было. Я именно был влюблен в рок. Я снимал всех гитаристов. Начиная от Ричи Блэкмара, Джим Пейдж, Сантана. Всех гитаристов. Ну, я настолько любил. И довольно неплохо играл. Но когда я впервые приехал в 76-м году в Алма-Ату, я познакомился с Тахиром, нашим богом, джазом Тахиром Ибрагимовым, который вот мы с ним, вот, когда Сидула Батерехов как раз создал при цирке, вот, ВИА. Тогда первый состав у нас был, я вам сейчас интересно сейчас скажу. Вот Тахир Ибрагимов на ударной установке, Марат Ющанов на басу, я на гитаре, Сидула на клавишах играл, Вася Агапов играл на это, на саксофональт, флейта, и на Гима Искаливы, когда никто ее не знал. Она как раз училась, это было в шестом... Она была вокалисткой. Да, она была вокалисткой, она училась у Латки Кисоглова, Республиканский странный цирковой колледж. Вот так, вот, наша первая была. И тогда вот Тахир, благодаря Царству Ему Небесное, благодаря ему, он мне сказал, Нурлан, ты, говорит, хорошо играешь, рок играешь, здорово, молодец. Но есть еще другая музыка. И он мне принес, ну, в наше время же не было никаких, вот таких вообще, мы никак не было. Он принес свой Sony, еще, я до сих пор помню, только бобинный. И он мне дал Чикаго, первый это. Я когда Чикаго послушал, меня крышу снесло просто. Оказалось, есть другая музыка. Вы любили? Ну, не то слово, ну, там настолько, потому что насыщенная гармония там, это обычно, ну, рок. Там, конечно, я хорошее, я понимаю рок, хорошая музыка. Как изменился джаз вот за последние десятилетия, на ваш взгляд? Слушаете ли вы современный джаз? Нет, конечно, ну, потому что, давайте мы начнем с того, сейчас как бы делать, раньше, до конца 60-х всегда был традиционный джаз. То есть основатели, вот самые, это вот Куинса Джонс, Дюк Эллингтон, например, Оскар Питерсон, да? Классический джаз. Паунт Бэйси, да, оркестр Тед Джонс, там, Куинса Джонса, там. Но у истоков вот этого современного джаза стоят два величайшего музыканта, американцы, это Нейлс Дэвис Трубач и Джон Калтрейн, которые, они именно вот это, изменили направление, понимаете? Сейчас их направлений много, я сейчас все не могу сказать. По крайней мере, можно начальные, которые, это самые, это кул джаз, фри джаз, а потом уже ближе к концу 60-х, начало 70-х, вот джаз-рок пошел. То есть джаз-рок – это два элемента. Джазовая гармония и роковая ритмическая структура. То есть слияние вот этих двух направлений, и получился джаз-рок. А джаз-рок уже там делится уже, там хьюжн, очень много направлений. Там вот в этом стиле играет, например, Каунт Бэй, а это играет Херби Хэнкок, Джордж Дюкс, Элли Кларк. Ну, вот такие великие Джордж. Что, эти вы прям меломан. Да. Не, ну как, это же моя жизнь. Вот, раз это ваша жизнь, вы настолько живете музыкой, и композитор, и столько-столько регалий у вас на самом деле много. Никогда не возникало мысли, чтобы создать свой коллектив, стать продюсером? Я был музыкальным продюсером группы АБК. Это, которая там шла, начинает там шла, это все мои аранжировки. Это никто не знает. Ну, теперь, я думаю, все рассветители теперь знают. Конечно, все знают, если что, они видят. Даже вкусный корлан, который я окопельно сделал, это никто так и не спел, кроме них. Понимаете? Там очень много работ, конечно. И потом я в Дус-Макацане был музыкальным руководителем. Тоже не все знают. Я был главным дежуром ансамбля «Гульдер». Потом от Павла Женосова я был художественным руководителем. На самом деле вы, да, были, можно сказать, продюсером. На самом деле. Да, ну да, это так и есть. Большим продюсером. С 2005 года по 2012 года я был главным дежуром, художественным руководителем эстрадно-симфонинского оркестра «Акима города Алматы». То есть это бывший родинный оркестр симфоджаз, который был. Сейчас, в данный момент, я вот что хочу сказать. Да, вот какие у вас планы? Потому что, знаете, дело в том, что мы уже своей игрой, мы не удивим никогда американцев. Ихнюю музыку мы как бы ни играли, мы не удивим, потому что это ихняя музыка. Понимаете, дело в том, что сейчас, я уже давно пришел к такой мысли, понимаете, потому что я когда был руководителем эстрадно-симфонинского оркестра, я внедрял туда народные инструменты. Потому что, вы понимаете, мы только можем удивить, если это будет наша музыка, если это будет этно-наша музыка, казахская народная музыка. Родная. Да, мы ее можем в современном стиле джазовой обработки, допустим, что угодно можно сделать. Я хорошо арго сделал, допустим, народный киев на этнографический эстрадно-симфонинский оркестр с применением хора. У меня было 80 человек оркестра, вы понимаете? Там, да, электродомра, шерперы были, там очень многие страны, колхобус, все электро. Знаете, это какой синтез? Вот этот синтез музыки мы иначе не удивим никогда. Мы будем играть американскую музыку, это бесполезно. Бесполезно. Лучше оригинала никто не сделал. Естественно. Невозможно вас, как творческого человека, у вас тем более задать такой вопрос о создании музыки в вашей голове. Что вами движет? Откуда вы черпаете вдохновение? Как создается уникальная мелодия, которая на века остается в итоге в умах? Не бывает вот так, да, от сердца, вот они говорят так вот, жрёк тэн, от сердца. А кто какими местами пишет? Интересно. Дело не в этом. Я, например, пишу на гармонию. Надо знать гармонию, да? Обязательно. Потому что любая мелодия, она пишется на гармонию. Потому что надо, красивую гармонию надо находить, а потом надо писать. Что толку человеку, у которого образования нет, он, куда он обращается? Диктофон, берёт диктофон, ла-ла-ла-ла, вот написал и всё. Вот я, говорит, песню сочинил. Ну как это так? А где гармония? Он даже не понимает, что такое гармония. Он просто, ну есть там 8 тактов. Да. И всё. Ну сейчас вообще начали уже, сейчас мелодию пишут вначале, а потом... Гармония на карту. Гармония, это самое, потом мелодию заказывают. А это не должно быть. На стихи пишется обязательно. Потому что любой композитор, профессиональный композитор, он вначале через себя пропускает текст обязательно. Я, например, когда пишу, ну мой метод, допустим, моя методика. Я вначале, ну дают текст, я смотрю, ну какое место, допустим, может быть припевом. Всё, я этот кусок, я заучиваю. Потом заучиваю куплет. Да. Дальше. Ну я вначале начинаю писать с припева. Да. Именно. Вначале рождается припев. Самый запоминающийся в отеле. Естественно. А потом уже туда уже идёт куплет. Припев, фундамент. Естественно, да. Ну ладно, ладно. В завершении нашей с вами беседы очень интересно. Я думаю, нашим телезрителям будет очень приятно послушать в это утро от вас какие-то пожелания. Ну вот какое пожелание может быть? Пусть в нашей стране будет мир. Если будет мир у нас, я надеюсь, что будет всё. Мы живы, здоровы. Народ, слава Богу, дети, семьи, семьи наши живы, здоровы. Это благодаря политике нашей страны, я так надеюсь. Поэтому дай Бог, чтобы во всём вашем доме был мир и покой. Нурлана Га, спасибо вам большое, что сегодня в это утро были вместе с нами. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Увидимся уже завтра. Хорошего дня вам. В этой творческой обстановке, атмосфере хочется пожелать всем хорошего дня. Плодотворного. Не, а сельсадвокасова. Алан Черкайцев. Это была программа Жнакун. И с нами, конечно, замечательный гость заслуженный деятель Казахстана Нурлан Байкозов. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok